Есть в женщине особое начало, которое не спутаешь ни с чем, которое задержит по причалу, подавит сладкий и маненщий плен. Так звучал голос поэзии женской души на днях в зале библиотеки имени Поворосова Шелеби. Это был голос музея Элеонора Архонта, поэтессы, трозаика, члена Союза писателей, чуваша, педагога, психолога и музыканта. Мой псевдоним Элеонора Архонта. Почему Элеонора? Ну, потому что это милосердие, сострадание. Архонта имеет корень арх, это слово. Давние, древние, мудрые, с большим смыслом, с большими ценностями. То есть цель моего творчества – найти себя в глубоком осознании и в духовном развитии. Вот для этого я и творю. С таким творческим человеком заряжаешься огнем творения. Хочется взглянуть в мир этого творчества, как рождается стихотворение или проза, поэма или песня. Исполненная автором песни «Весенний вальс» под собственный аккомпанемент на гитаре была приятным подарком для всех. Взгляд, я смущен нам прячу, как это много значит, чувствовать рук твоих тепло, о мути глаз бездонных светло. Ах, этот старенький мотив, мы в пальсе кружимся, летим, запах пустов сиренин, вечер такой весенний. Отметим, что это уже вторая творческая встреча в рамках проекта «Поэзия женской души», где прекрасные женщины говорят о прекрасном. В рамках Года культуры Совет Женщин города Новочебоксарска объявил проект «Поэзия женской души» совместно с Новочебоксарским кабельным телевидением. Я очень любила стихи Пушкина. Вот с той поры, наверное, так думаю, тогда было все это заложено. А потом учеба в школе, где я по литературе училась очень хорошо. Была замечательная преподавательница, у меня были огромные сочинения, не хватало листов, не хватало урока. И когда уже я училась на факультете управления психологией и стала заниматься своим внутренним миром, началось раскрытие, или, как моя преподавательница сказала, раскрытие рождений в духе. И за один вечер написала две стихотворения сразу. Дальше стали рождаться в стихи и сразу на мелодию. Ну, а потом я, издав две книжки, поехала к Михаилу Вихуме, который меня принял в союз писателей «Чувашия». В теплой дружеской атмосфере поэтесса общалась с почитателями этого литературного жанра в коллективе женского клуба «Молодежный». Мы хотим поделиться мнением, что такое поэзия вообще. Красота, чувства. С поэзией Леоноры я знакома. Она вселяет вдохновение ярко жить. Ее стихи в который раз читаю снова и начинаю все по-новому любить. В этот вечер все имели возможность погрузиться в поэзию женской души. И даже прочесть те стихи автора, которые нашли отклик в их сердцах. Берегите любовь, не готовьте слова на прощание, не забудьте слова, что давали любя в обещание. Берегите любовь, даже если не та уж походка, лишь любовь навсегда будет самой бесценной находкой. Замечательно, да? Очень много стихов у нее детские стихи. Вот, например, такие. Зимние гости. Плохо пташечкам зимою. Кушать нечего совсем. Я ладошку им открою. Ешьте. Крошек хватит всем. Детские стихи восхищали легкость и восприятие. Возможно, причина кроется в том, что пишет их педагог, дошкольник и психолог. Стихов очень много детских. Хочется издавать не просто найти для сотрудничества художников и спонсоров. Я, допустим, предлагаю просто вот с кем-то издать стихи и раздать эти книги безвозмездно библиотекам города, школьным, детским садам. Призываю всех, кто творит, пишите для детей. Дети этого ждут. Где первую очередь мне с неба улыбнется, и я, касаясь утренних ламит, большого торжествующего солнца, кричу ему «Привет!» Члены женского клуба выразили признательность за организованные встречи любителей искусства в гостиной у Алянуры. И это не просто досуг, это просветительская работа, знакомство с шедеврами мирового искусства в живописи, музыке, литературе, возможность каждому прикоснуться к прекрасному. Хочется сказать особые слова о литературной гостиной Алянуры Ахмонте. Туда собираются разные люди. Начиная со студентов, учащихся в старших классах и людей пенсионного возраста. Но всех их привлекает туда. Неординарность личности этого человека привлекает необыкновенно интересное построенное вот это вот как бы сопереживание и, конечно же, приобщение к великой русской культуре. Захотелось найти друзей по духу. Очень много таких граждан, которые приобщаются к массовой культуре, но массовая культура обезличивает людей. А вот приобщение к шедеврам мирового искусства как раз помогает человеку раскрыться внутренне. Но не грустен я, не печален я, утешит я, мне судьба моя. АПЛОДИСМЕНТЫ Эленора Ахмонта обладает природным музыкальным слухом и огромной работоспособностью. Легкие для исполнения ее песни привлекают слушателей. Я, как преподаватель, помогаю этим песням родиться. В нотной тетради мы записываем их нотами и аккордами. Какая тонкая струна, что называется душа. И, вероятно, без искусного музыканта звучать так ярко было бы невозможным. Любовь и чувство поддержки супруга по словам поэтессы для нее очень важный момент. Вы знаете, я по натуре романтик. И в ее стихотворениях, в стихах, в творчестве почувствовал романтику. Такую душевную чистоту, честность. Я очень счастлив, что на моем жизненном пути встретилась такая женщина, благодаря которой я приобрел счастье. Я пишу о природе. Я пишу о тех проблемах, которые переживаем мы, сограждане России. У меня очень много философской лирики. Я очень много пишу о войне. А вообще я романтик. Что я хочу сказать женщинам нашим? Каждая женщина имеет огромный творческий потенциал. В каждом из нас спит гений. И с каждым днем он спит все крепче и крепче. И мой девиз – разбудите вашего гения. Потому что родничок души должен работать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова